Стоило россиянам найти альтернативные каналы поставок автомобилей, как обнаружилась новая проблема. У множества машин, что были везены по серым каналам, начали массово аннулировать электронные ПТС. Почему такое стало возможным? Телеканал Автоплюс готов дать развернутый ответ на этот вопрос. Но сразу предупредим, проблема оказалась действительно массовой. Она уже коснулась сотен автовладельцев по всей стране. Итак, чтобы ввести, как говорят таможенники, единичное транспортное средство, нужно получить документ под названием Свидетельство безопасности конструкции, или сокращенно СБ КТС. Его выдают сертифицированные лаборатории. Вот только некоторые учреждения выдавали бумаги дистанционно, не видя самого автомобиля. Также отнюдь не единичными оказались случаи, когда машины низких экологических классов, от евро-0 до евро-4 вдруг признавались соответствующими нормам евро-5. Вдобавок лаборатории не гнушались занижать мощность двигателей. Это сулило немало выгод. Во-первых, при растаможке на юрлицо снижалась сумма акциза. Во-вторых, для будущего владельца уменьшалась ставка транспортного налога. Осознав массовость подобных подлогов, Росстандарт, Росаккредитация, Минэкономразвитие и Акционерное общество «Электронный паспорт» решили проработать меры наказания для тех, кто получил неправильный СБ КТС. Технику решено лишать выданного ранее свидетельства, без которого на автомобиль автоматически отменяется и паспорт, и свидетельство транспортного средства, то есть документы, которые водители именуют ПТС и СТС. Тому, чей автомобиль лишен всех возможных документов, Росстандарт посоветовал пройти повторные тесты для оформления нового свидетельства, но уже в другой лаборатории. Впрочем, для некоторой техники второй заход будет бесполезен. Например, в продаже появились карбюраторные «Шевролет Дамас», везенные из Казахстана. Им, по понятным причинам, СБ КТС не получить никогда. Владелец автомобиля, лишенного сертификата, конечно, вправе предъявить претензии недобросовестной лаборатории, в том числе в судебном порядке. Но очевидно, что деньги за машину, в одночасье ставшую недвижимостью, хозяину не вернут. Также можно попытать счастье и фирме, которая везла аннулированную иномарку. Но такие продавцы, оформляя договор, как правило прописывают оговорку, что эта фирма не несет ответственность за какие-либо возможные проблемы.